Я хочу передать слово кинорежиссёру и продюсеру, который возглавляет Союз кинематографистов России, Никите Михалкову. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Давно не виделись. Давно не виделись. Здравствуйте. Давно, да. Владимир Владимирович, я вот так слушал, я понял, например, то, о чём говорила Наталья Алексеевна, задавая вам тот вопрос. Потому что вот та карта, которая за вашей спиной, огромная, она, конечно же, говорит о том, что люди хотят и политической воли, и поступков. И это очень важно сегодня. Касаясь того, о чём говорили только что, я вспомнил хорошую очень поговорку ковбойскую. Доброе слово и хороший Смит Эндвессен действуют лучше, чем только доброе слово. И в этом случае, я думаю, что очень правильно, когда возникает вопрос о защите человеческого достоинства. Вы очень много ездите по стране. Никто, ни один руководитель такого ранга никогда столько по стране не ездил. Но у меня вопрос такой. Вам показывают страну люди, которые хотят вам показать то, что они хотят показать. Уверены ли вы в том, что то, что они вам показывают, действительно отвечает истинному положению этого региона, раз, и настроению людей? Первый вопрос. Второй вопрос. Не видите ли вы будущего России больше на Востоке, чем на Западе? Потому что огромная страна, которая простёрлась на таком пространстве, она на сегодняшний день, мне кажется, является реальным мостом между Востоком и Западом. И вот это вот евразийское движение, о котором вы говорите, мне кажется, не только экономическое значение имеет, но ещё сакральное значение. Это всё-таки евразийская цивилизация. И мне кажется, что вы как раз об этом и говорите, что это будущее. И последнее. Я получил письмо, которое я просто хотел выдержки из него прочесть. Обращено ко мне, Никита Сергеевич. К вам обращается мать троих детей-сыновей, выпускница ВГИКа Инга Харитонова. Мой средний сын, 19-летний студент-первокурсник Глеб Харитонов, 21 октября сего года был избит в метро, когда заступился за незнакомую девушку, к которой приставали пятеро кавказцев. Никто, изнаходившихся рядом, не вступился за мальчика. Слава Богу, кто-то вызвал полицию. С черепно-мозговой травмой он оказался вниз с Клифосовского. Несколько лет назад я уехала из Латвии, где имела интересную работу, хорошую квартиру, верных друзей. Я уехала на родину, в Россию, чтобы сыновья росли и учились здесь. Теперь я очень сожалею об этом. Что их здесь ждет? Мои дети воспитаны в духе православия. Для них понятие родина, честь, достоинство, справедливость – не пустые слова. Что происходит с Россией? Сегодня ни общество, ни школа, ни семья не в состоянии дать детям и молодежи четких ориентиров в жизни, защитить их от цинизма, произвола и насилия. Депрессия и апатия стали привычным состоянием молодежи. Сломана система школьного образования, а реформы господина Фурсенко уничтожают самый дух воспитания, делая школу бездушной машиной, не желающей замечать и ценить человечность и индивидуальность ребенка. Я в растерянности и отчаянии от происходящего в моей стране боюсь за сыновей. Сегодня Глеб говорит, что не хочет оставаться в России. Скажите ему что-нибудь, чтобы он так не думал. Я хотел бы обратить этот вопрос к вам. Вот автор письма пишет, что очень сожалею, что приехала в Россию, вернулась. Я специально в качестве Блица выбрал одно из посланий, здесь лежит, где человек, выехавший на постоянное место жительства в Израиль, пишет, я сейчас не буду зачитывать, но поверьте мне на слово, пишет, что ему очень тяжело вне Родины, и он обязательно вернется в Россию. У нас в народе есть такая поговорка «Хорошо там, где нас нет». Вы знаете, я сам почти пять лет прожил за границей, и я знаю, что это такое. Человек должен определиться. Вот вы сказали, что пять человек, там в письме написано, пять человек с Кавказа плохо с девушкой обращались, и сын автора письма ступился за неё. Во-первых, я хочу поздравить эту женщину с тем, как она воспитала сына. Во-вторых, хочу сказать, что, поверьте мне, и кавказские ребята могут проявлять самые лучшие человеческие качества. А что касается хулиганов, то они могут быть из Кавказа, из Москвы, и, к сожалению, из моего родного Ленинграда и Петербурга, откуда угодно. Дальше. Что касается Европы. Латвия, да, из Латвии женщина приехала с семьёй. Вы думаете, там меньше проблем с уличной преступностью? А вы думаете, там нет проявления подобного рода со стороны приехавших с Северной Африки? Да там захлёстывает преступность в Париже, например. Захлёстывает. И прежде всего, речь идёт о выходцах из других стран. Можно ли сказать, что у нас всё в порядке? Нет. Можно ли сказать, что наша страна полностью оправилась и выздоровела после тех драматических событий, которые произошли с нами после распада Советского Союза, что теперь у нас мощное, здоровое, сильное государство? Нет, оно, конечно, ещё в значительной степени больно. Но здесь уже упоминали, упоминали Элина. Ведь страна наша родина. Вот чувствуете, корень какой? Родина. Значит, что-то родное. Мы ещё часто говорим «Родина-мать». Да, страна наша ещё больна. Но от постели больные матери не уезжают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...